На протяжении всей истории человечества стремилась ввысь. Мы строили здания, которые тянулись к небесам, конструировали самолеты и запускали ракеты в космос. Но теперь мы открыли для себя новый виртуальный космос. И, судя по всему, цифровой космос может стать куда больше, чем обозреваемая нами Вселенная. Существует теория, что окружающая нас реальность – это на самом деле компьютерная симуляция. Вне зависимости от того, так это или нет, мы уже начали создавать настоящую виртуальную симуляцию реальности. Мы уже давно перешли из интернета людей в интернет-сервисов. И теперь наш путь лежит в интернет-блокчейнах. Теперь каждый сервис будет распределенной сетью. В интернете существуют сотни тысяч разных сервисов. Это интернет-магазины, сервисы по доставке еды, сервисы по хранению данных и сервисы платежей. Как же мы сделаем все эти сервисы распределенными? Как получится, что каждый из этих сервисов будет иметь блокчейн? Как показала практика Ethereum, одного блокчейна недостаточно для того, чтобы удовлетворить потребности всех сервисов. Во-первых, один блокчейн не может сочетать несочетаемое. Невозможно быть одновременно и высоким, и низким. А для некоторых сервисов необходимы абсолютно разные потребности. Нам необходимо решение, которое даст каждому сервису свой сепаратный блокчейн, который будет обладать свойствами, необходимыми именно этому сервису. И такое решение уже существует. Это решение Cosmos Network. Что такое интернет? Интернет – это много компьютеров, которые соединяются друг с другом по протоколу связи. И самый известный нам протокол связи – это HTTPS. Протоколов связи существует великое множество. И на самом деле каждый блокчейн – это свой интернет, в котором компьютеры используют конкретный протокол связи. Так как в блокчейне Биткоина компьютеры используют один протокол связи общения, а в блокчейне Этериум компьютеры используют другой протокол общения, эти компьютеры не в состоянии понимать друг друга. Вот если бы у всех блокчейнов был один протокол связи друг с другом, мы бы могли передавать данные из одного блокчейна в другой блокчейн. И Cosmos Network взялись за решение этой задачи. Они создали IBC – Interblockchain Communication Protocol. Конечно, уже старым и устоявшимся блокчейном будет не так просто имплементировать в себя IBC протокол. Но вот для новых сервисов, которые хотят перевести свою деятельность на блокчейн, это настоящая находка. Подождите, а разве создать блокчейн – это не сложно? С Cosmos Network это точно так же просто, как собрать конструктор. Создание блокчейна – это не что иное, как создание протокола общения между компьютерами. И если раньше надо было писать этот протокол общения с нуля, то Cosmos Network подготовили специальные модули, которые называются Cosmos SDK. Среди модулей Cosmos SDK есть модули на отправку и прием токенов. Модули для создания предложений и голосования за эти предложения. Модули для обмена одних токенов на другие токены. И самое главное – IBC-модуль, который позволит вашему блокчейну напрямую общаться со всеми другими блокчейнами, в которых также установлен IBC-модуль. Это откроет для вашего блокчейна всю экосистему Cosmos и даст вам все возможности всех других блокчейнов. И вот когда у вас уже есть сервис с прописанными функциями, которые необходимы именно вашему сервису, и у вас есть прицепчик из модулей Cosmos SDK, который поможет вам общаться со всеми другими блокчейнами, все, что вам останется сделать – это найти валидаторов для вашего блокчейна. Но сейчас это дело одного тестнета. Cosmos Network открывает перед нами целую вселенную тестнетов. Если раньше у вас была возможность просто приобрести токены проекта, то теперь вы можете присоединиться к тестнету и стать валидатором того сервиса, который интересен именно вам. Валидатор – это новая цифровая профессия в цифровом космосе. Каждый блокчейн на Cosmos SDK – это сепаратный блокчейн. У каждого блокчейна свой набор валидаторов и свои правила. И решения, которые принимаются в других сетях на Cosmos SDK, никак не в состоянии повлиять на вашу сеть. Но именно благодаря ABC протоколу все эти блокчейны на Cosmos SDK способны сообщаться друг с другом и передавать не только токены своих проектов, но и данные из своих сервисов. И именно это открывает перед нами интернет блокчейнов, где каждый сервис представляет из себя распределенную сеть. Но и с обменом цифровых ценностей в Cosmos Network все предусмотрено. Благодаря ABC модулю такие децентрализованные биржи, как Gravity, Dex и Asmosis, позволяют вам обменивать токены из разных сетей на Cosmos SDK так, как будто они находятся внутри одной сети, что значительно сокращает издержки при переводе токенов из одних блокчейнов в другие. И вот еще один важный, но приятный бонус для проектов на Cosmos SDK. Им больше не надо тратиться на листинг на централизованных биржах. Их токены будут автоматически торговаться на децентрализованных обменниках с ABC модулем. Но самое главное, что для создания блокчейна на Cosmos SDK вам никому не надо платить свои средства, и вам ни у кого не надо спрашивать разрешение. Все модули находятся в открытом доступе, и каждый может ими пользоваться как своими собственными. Именно простота создания своего блокчейна или создания децентрализованных приложений на Cosmos SDK делают Cosmos Network таким исключительным. Вся документация находится в открытом доступе, и вы легко сможете в ней разобраться. Так что не бойтесь децентрализовать свой сервис и запустить блокчейн на Cosmos SDK. От того, что ваш сервис будет децентрализован, он будет стоить только дороже. А владеть сервисом не одному, а целым комьюнити, распределенным по всему миру, куда интереснее и веселее. С вами был Владимир Понимающий. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Forglock, и вы будете в курсе последних событий из блокчейн-индустрии. А я пошел запускать свой сервис на Cosmos SDK. Субтитры сделал DimaTorzok